Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Олег Ремезов. Этот полет я снимать не собирался. На прошлой неделе при покупке билета я увидел, что S7 на вечерний рейс в Питер поставили А319 Extra Edition. У них два таких самолета, 24 кресла бизнес-класса и более 70 с экономического, с увеличенным пространством для ног. Это такой корпоративный у них бизнес-джет. Во время покупки билета я выбрал кресло, которое относится к бизнес-классу. Мне будет интересно посмотреть сегодня, пересадят ли меня обратно, либо весь салон будет обслуживаться по стандартам экономического класса, даже тех, кто будет сидеть на креслах бизнес-класса. А еще в Домодедово новый терминал Аэроэкспресса. Я на Павелецком вокзале и еду в Домодедово. Сколько себя помню, столько и на площади Павелецкого вокзала идет стройка. И сейчас, летом 21-го, меняют плитку. Аэроэкспресс в Домодедово ходит каждые полчаса в промежутке между 5.30 утра и 23.30 вечера. Но лучше перед поездкой, конечно же, проверить актуальное расписание. Попасть на перрон можно как с площади, так и из метро. Везде присутствуют указатели. На входе нет турникетов, и я зашел в поезд за минуту до отправления. Вагоны ближе к началу были пустые, лучше пройти сразу в них. При покупке через веб-сайт цена билета на Аэроэкспресс в одну сторону была 399 рублей. Но там было очень много акций. Если покупать семьей, покупать туда-обратно, были какие-то цены дешевле. А еще мне казалось, что в Домодедово ходят двухэтажные поезда. А казалось, что нет, как в старые времена. Поездка в Домодедово идет с остановкой на платформе «Верхние котлы», на которой можно сделать пересадку с МЦК. В вагоне идет продажа еды и напитков, как будто вы уже в самолете. Цены выше магазинных, но ниже, чем в аэропорту. А общее время в пути в пределах 50 минут. И вот я уже прибываю в терминал Аэроэкспресса в Домодедово. Две платформы, четыре пути и, наконец-то, прямой выход в здание аэропорта. Для прохода через турникет можно использовать билет из автомата или экран мобильного телефона, просканировав QR-код, который приходит на почту при покупке билета. Сразу же пассажиры спускаются на этаж ниже, где находится коридор прохода в терминал и там же входной контроль безопасности. Во время моей поездки работало много постов и, как таковой, долгой очереди не было. С таким-то подземным переходом из терминала Аэроэкспресса в аэровокзал стало значительно удобней. И иду сразу в зону регистрации. Эскалаторы ведут в две разные стороны и, если пойти влево, сразу выходишь к зоне регистрации рейсов. Мне нравится выставка машин. Видел ее еще год назад и, кажется, с того момента их стало только больше. Такие инсталляции просто магнит для пассажиров. Я не специалист и не могу различить, это настоящая машина или все-таки реплики. Выглядит это как настоящая. ОС7 большая зона регистрации, которая разделена на множество подзон. Для тех, кто уже зарегистрировался и хочет сдать багаж, для тех, у кого нет багажа, для тех, кто не зарегистрировался и с багажом и так далее. Потоки очень грамотно распределены. Хотя в Домодедово можно использовать электронный посадочный, стоят отдельные киоски для печати бумажного посадочного талона, куда потом на контроле смогут поставить печать. Я решил себе распечатать тоже. Уже после прохождения регистрации нужно подняться на второй этаж, где находится зона контроля безопасности. Каждый раз, когда сейчас попадаю в аэропорт, внутренне радуюсь, что количество пассажиров становится все больше и больше, и путешествия оживают. Привокзальная площадь еще не закончена, а в текущем порядке разведения потоков машин хотя бы появилась уже структурность. Пройдя контроль безопасности, сразу бросаю взгляд на перрон и даже больше смотрю на левую сторону, кто теперь летает в международном секторе. Два борта из Узбекистана и один борт из Таджикистана. А уже на табло внутренних рейсов пассажиры уральских авиалиний охают и ахают из-за больших задержек. Вся правая сторона перрона оккупирована самолетами С-7. До начала посадки, было еще около 30 минут, пошел прогуляться по терминалу. Сразу же встречаю этот вездесущий ситибанк со своими. А в какой город вы летаете? А хотите в подарок подушку или аккумулятор? А давайте заполним анкетку. Иногда они бывают приставучие, и слово «нет» не интересно, не всегда понимают. Я начал отвечать «спасибо, уже есть», а они в ответ «м, так давайте сделаем еще одну». У одного из гейтов стоял самолет в эксклюзивной арт-либерее, которая была сделана совместно с музеем стрит-арта. На хвосте изображен художник в процессе покраски. В Домодедово несколько бизнес-залов, из которых два управляется самой С-7. Один для пассажиров бизнес-класса и статусных, второй называется комфорт, и в него могут попасть пассажиры с картой Priority Pass. У меня нет статуса С-7, и я воспользовался банковской картой. Выбор еды так себе. Мест тоже немного, зато присутствует бутылированная вода. Другие бизнес-залы уже перешли на формат или кулеров, или больших бутылок, которые нельзя взять с собой в самолет. На кранах в этом зале Жигули Барна. Когда я отошел, к нему выстроилась очередь. Рейс в Питер сегодня выполняет борт VPBHQ, 2005 года выпуска, который два года пролетал в авиакомпании Northwest Airlines, и после объявления ее банкротом в 2007-м был передан в С-7, где и используется по настоящее время. Посадка на рейс немного задержали в связи с подготовкой самолета, и при ее начале всем сказали, что посадка будет по группам. Не все пассажиры сразу понимали, как воспользоваться этими автоматическими воротами. Судя по всему, посадочные мне не поменяли, место не поменяли, значит, обслуживание в самолете будет полностью по экономическому классу, даже если кто-то будет сидеть на креслах бизнес-класса. Круто! Всегда бы так! Здравствуйте! Здравствуйте! Приятного аппетита! Здравствуйте! Здравствуйте! Оу! Интересно смотреть, что некоторые пассажиры такие проходят на тот салон, а потом возвращаются, понимают, что у них там 3 или 4 ряд, а это мы разве здесь летим? Такой прекрасный нежданчик. Форма кресел не современная, обшитая плотной кожей или даже, возможно, искусственной кожей, я не разбираюсь. Удобная подставка для ног. Последний ряд кресел имеет ограниченную возможность по раскладыванию из-за стенки сзади. В креслах нет розеток и USB для зарядки устройств, а впереди находится простой расшатанный уже стол и карман с инструкцией и бортовыми журналами. На борту не было Wi-Fi, ну или про это не говорили. Пассажиры, которым достались кресла в первом салоне, пилили вовсю сториз и тик-токи. Продолжение следует... Продолжение следует... Обслуживание началось еще на земле с раздачи пассажирам влажных антибактериальных салфеток. В наборе их было целых 8 штук. Откуда такая щедрость? Или это просто была какая-то рекламная интеграция? Я так и не понял. Продолжение следует... Продолжение следует... В начале руления я подумал, что мы поедем взлетать с полосы 32 левая. Она была ближе всего к нам. Но мы сделали резкий разворот и поехали через перроны на 32 правую. Сначала проехали стоянки. А потом я увидел перед нами Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia, который, судя по флайт-радару, направлялся в Самару. Где-то вдалеке садился А380 авиакомпании Emirates, который прилетел из Дубаи. Ну а следом были стоянки самолетов, которые, скорее всего, уже никуда больше не полетят. Но с одной маленькой особенностью. Это что такое у трансаеровского 747 вместо двигателей? Киношники постарались. У меня просто другого объяснения нет. Минут пять стояли на исполнительном в ожидании взлета с марта. Субтитры создавал DimaTorzok. Диана Торзок. Продолжение следует... После взлета мне открылась вот такая картина с потеками от краски на двигателе. Как-то некачественно покрашена деталь. Или, возможно, уже потом докрашивали баллончиком. Отличие от других авиакомпаний в том, что в туалете не было одноразовых сидушек. Салон экономического класса в этом самолете имеет увеличенный шаг кресел аж до 34 дюймов, что эквивалентно 84 сантиметрам. Теоретически с таким шагом выходить с места от окна можно, не потревожив соседей. Основная идея использования таких бортов – заказные перевозки. Корпоративные, вахты и так далее. Да даже можно такой самолет заказать самому напрямую на сайте. Когда вернулся на свое место, уже вовсю шло обслуживание. На выбор предлагали газированную и негазированную воду и яблочный сок. Из еды был злаковый батончик. Я заранее заказал себе сырный сэндвич, который мне сразу же предоставили с основным набором. Если кратко, батончик вкусный, сэндвич был свежий и идеально пах ржаным хлебом. И настоящим помидором. Даже если убрать дополнительную часть, основное предложение для такого рейса выглядит вполне достаточно. Продолжение следует... Когда-то очень давно читал, что означает этот знак, но не запомнил. Кажется, он показывает вид на крыло, да? Кстати, мой любимый вопрос P7. В этом самолете нет в кресле бизнес-классе подголовника. Плот сообщил, что мы уже начали снижение. И через 45 минут мы расчетно приземлились на сколько-го. Достаточно долгое снижение. Обычно время 20-25 минут. Давайте посмотрим. Вернусь к самолету А319 Extra Edition. Несмотря на то, что эти борты позиционируются как специальные, они выполняют и обычные рейсы по маршрутной сети авиакомпаний. Я посмотрел историю полетов и борта, на котором я сейчас лечу, и его собрата. Они последний месяц постоянно летают на регулярных рейсах Волгоград, Казани и Санкт-Петербург. Поэтому их можно легко поймать, если вы планируете полет в этот город. Одна рекомендация. Сразу бронируйте место с первого по шестой ряд. Итоговое время полета заняло чуть больше часа. И заход на посадку получился по прямой с видом на город и закат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итоги моего полета. Каких-либо замечаний к авиакомпании у меня нет. Полет прошел комфортно. Все соответствовало моим ожиданиям. Или кратко... Всегда бы так летать в Питер. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Спасибо.